всем привет меня зовут максим и в этом видео я расскажу вам о том как можно просто и удобно записывать cd и dvd диски с помощью бесплатной программы ashampo borning studio вообще windows есть стандартные средства записи дисков но они имеют ряд недостатков и неудобств к тому же видосов как записывать диски стандартами средства windows и так полно на ю тубе я же предпочитаю использовать для этого отдельные программы я думаю все вы слышали и знаете про программу для записи дисков меру но к сожалению эта программа платная мы же будем использовать бесплатную программу ashampo borning studio free эта программа имеет весь необходимый функционал для записи любых дисков dvd фильмов аудио компакт диски в машину можно записывать с помощью нее а также эта программа умеет прожигать и сообразы при этом она совершенно бесплатно по интерфейсу она очень похожа на любимую всеми нервы экспресс так что многим пользователям она будет интуитивно понятно итак давайте начнем для начала скачаем программу для этого зайдем на сайт ashampo.com здесь мы переходим в раздел загрузок выбираем тип программы полная версия бесплатно далее в списке программ ищем ashampo borning studio free и нажимаем кнопочку загрузка ждем пока наш файл загрузится и затем запускаем его после принятия лицензионного соглашения программа потребует от вас лицензионный ключ на самом деле ничего тут сложного нету паниковать не нужно нажимаем получите бесплатный ключ активации тут вам нужно ввести вашу электронную почту на который придет ваш ключ активации понятно что в наше время полить почту никто не любит поэтому для тех кто смотрит это видео я расскажу небольшой лайфхак для подобных одноразовых регистрации я использую одноразовую почту давайте вам покажу как это выглядит набираем в яндексе одноразовая почта и кликаем допустим вот crazymail.com хороший сайт сам им пользуюсь здесь вы сразу можете увидеть ваш email адрес который будет удален через 10 минут просто копируем его и вставляем вот здесь вот как мы видим может быть они защиту такую встроили давайте попробуем другой такой сервис да уж наверное быстрее было бы зарегистрироваться на свою почту вот в принципе у нас все удалось на нашу временную почту нам пришла ссылка для подтверждения здесь нажимаем подтвердить указываем какие-нибудь данные вводим данные нажимаем продолжить и получаем лицензионный ключ копируем наш ключик в буфер обмена и вводим его в программе установки нашей программы активировать сейчас ваш лицензионный ключ верен наслаждайтесь а shampoo burning studio free нажимаем далее программа мы установили теперь давайте запустим ее вот так вот выглядит окошко главная программы тут в принципе все предельно просто если вы когда-либо пользовались нерву вы разберетесь ну давайте я все же вкратце пройдусь по всем ее функциям и так с помощью этой программы мы можем во первых это записать вообще любую информацию на диск с помощью вот этой первой функции неважно это музыка программы игры фото в общем с помощью этой функции вы можете закинуть на вашу болванку что угодно далее вам подробно на примере покажу как записывается диск а пока пробежимся по остальным функциям программы вы можете делать резервное копирование и восстановление файлов может быть кому-то эта функция будет полезна в разделе музыка здесь очень полезная для многих будет функция создать аудио сиди у многих я думаю как у меня в машине стандартная магнитола не читает mp3 то есть поддерживает только музыку на компакт-дисках и вот с помощью этой функции можно записать аудио сиди также здесь есть ripping аудио сиди то есть вы можете сграбить музыку с вашего диска музыкального на компьютер то есть перевести грубо говоря в mp3 формат также эта программа умеет работать с dvd видео то есть если у вас есть на компьютере сохраненный dvd диск то вы можете записать его с помощью этой функции сразу скажу вы можете записать только dvd как уже готовый проект если у вас просто несколько видео файлов например с камеры или телефона форматов avi mp4 и тому подобное и вы хотите сделать из них dvd диск то я вас разочарую с помощью этой программы сделать это не получится но данный функционал есть в полной версии этой программки а шампу найти его можете на торрентах кстати если вы до сих пор не умеете качать на торрентах я рекомендую вам посмотреть мое видео об этом ссылочку я оставлю в описании а мы пока идем далее здесь у нас копировать диск то есть если у вас например два дисковода то вы можете тупо переписать диск с одного дисковода на другой также эта программа позволяет работать с образами то есть она позволяет записать из образ на диск а также снять из образ с уже готового диска то есть вы например dvd диск или диск с игрой какой-нибудь можете полностью скопировать на компьютер в виде из образа а потом или уже на компьютере этот образ открыть или можно записать уже на другой дискового в дополнительных функциях тут у нас стереть перезаписываемый диск то есть если у вас болваночка cdrv или dvd рв то вы можете полностью удалить информацию в принципе по основным функциям я пробежался обзорчик такой программы этой для вас делал теперь давайте вам на примере покажу как нужно записывать диски давайте возьмем общий пример то есть запись любых данных на диск соответственно выбираем новый диск и здесь вот у нас вылазит такое окошко самое главное что мы можем здесь делать это добавить какие-нибудь файлы для записи на диск добавить сюда файлы вы можете несколькими способами например нажать кнопочку добавить здесь вот в компьютере уже выбрать папку с файлами которые вы хотите добавить допустим я для примера запишу драйвера для ноутбука нажимаем добавить теперь закрываем и что мы видим здесь у нас снизу шкала которая заполняется в зависимости от объема файлов закинутых вот в это окошечко у меня тут вставлен dvd диск а на dvd диске влезает примерно 4,4 гигабайта данных хотя пишут на них 4,7 есть еще второй способ добавления файлов для записи это открыть папочку в проводнике выделить нужные нам файлы и мышкой просто взять и перетянуть их в нашу программку вот как мы видим файлы добавились можно записать сюда еще 0,9 гигабайта данных я думаю для примера этого хватит то есть когда мы добавили все нужные файлы для записи жмем далее вот здесь вот у меня есть такая болваночка dvd rv давайте вставим ее в сидером здесь происходит короткий тестик вашего диска как мы видим программка определила что вставленный dvd rv диск хороший поскольку у меня тут перезаписываемый rv диск то он предупреждает что все папки программы будут удалены также тут высвечивается скорость записи с которой будет записываться наш диск давайте нажмем кнопочку расширенные опции и посмотрим что у нас здесь есть но у меня диск уже такой старенький он поддерживает только одну скорость 2x а вообще болваночки там они могут и 16 24 36 x быть 48 желательно выбирать скорость поменьше тогда дорожки на диске будут лучше прожигаться успевать ну как бы есть какие-то тонкости свои принципе можно записывать на максимальной скорости если времени не хватает но если вы там диск записываете которым собираетесь долго пользоваться допустим свиндой диск какой-нибудь это желательно конечно на минимальной скорости писать также можно поставить галочку чтобы после записи файлы были проверены на тот случай если вы сомневаетесь что диск допустим у вас хороший вот здесь вот есть такая галочка сначала копировать все данные в образ на жестком диске то есть из ваших данных сначала будет создан образ а потом он уже будет записываться на болванку это будет медленнее но как бы надежнее и тут галочка всегда форматировать 9 диск в принципе ничего трогать тут смысла нет нажимаем ok и далее жмем кнопочку записать 9 здесь мы видим предупреждение о том что на диск уже что-то записано и все это будет удалено нажимаем да и смотрим как прожигается наша болваночка ждем дорогие друзья на скорости 2x это болванка ну я думаю минут 15 точно будет записываться вот у нас вылетело окошко что dvd диск с данными записан успешно нажимаем ok и здесь вот дополнительные опции есть то есть вернуться в главное меню записать диск снова проверить dvd диск сидером и кстати говоря наш автоматически открылся давайте вставим его обратно и посмотрим как данные записались на наш диск диск как мы видим успешно записался и здесь вот все наши файлики что нам и требовалось также эта программа поддерживает мультисессию то есть вы можете потом дозаписать данные на этот диск если там еще осталось место с помощью вот этой вот функции то есть грубо говоря вы можете использовать таким образом вашу болванку как флешку запись музыки тоже ничем не отличается от записи данных единственное здесь вот у нас место шкалы объема шкала времени то есть на обычные сидер музыкальный можно записать 70 минут насколько я знаю но есть диски по 80 минут в общем добавляете нужные треки для записи в определенной длины и записывайте диск точно так же как я сейчас записал диск с данными записью из образов тоже проблем никаких нет просто выбираете нужный из образ нажимаете далее и записывайте его ну по из образом я сниму в скором времени отдельное видео что ж на этом все в этом видео мы познакомились с программкой а шампу burning studio free напоминает программка полностью бесплатная при этом функционал у нее достаточно широкий так что пользуйтесь на здоровье друзья если мое видео вам понравилось было вам интересно и полезно обязательно поддержите мой канал поставив палец вверх а также подписавшись на него буду рад видеть вас на моем канале снова всем пока